Поистине Всевышний Аллах в последнем аяте 47, в 54 аяте, сказал Этот аят из УААВИ, назидательный аят. То, что произойдет с неверующими в судный день. Всевышний Аллах сказал, возникнет преграда между ними и их желаниями. То, что они захотят в раю. То, что глаз не видел, ухо не слышал, а человек такое даже не может представить. Как это было раньше с им подобными. Поистине они пребывали в глубоком сомнении. Уважаемые братья, в этой жизни любой человек, то есть нет у человека, которому шайтан не делал вась-вась. И у человека есть нафс. И постоянно его душа подталкивает и нашептывает его сделать что-то плохое. Например, он хочет сделать что-то харамное. Например, прелюбодействие. Кому-то нашептывает выпить алкоголь и так далее. По отношению к богобоязненному и по отношению к не богобоязненному. Но, однако, у богобоязненного есть аль-мани'а. Внутри, в сердце, в душе есть некий такой стопор, запрет. И этот запрет богобоязненность. Боязнь Аллаха, субхану и так далее. У небогобоязненного нету этого запрета внутри. И в этот момент он разрывает то, что Аллах, субхану и так далее, запретил и совершает, собирает эти грехи. Однако и богобоязненный, и небогобоязненный придет один час. Ко всем придет этот час. Разлучит между ним и между всем. И этот час, в тот час, когда его душа покидает его тело. Поэтому человек на пути к Аллаху, субхану и так далее, всегда на протяжении своей жизни встречается с разными сторон, с разными страстями. Шайтан ему нашептывает. Его душа где-то его подталкивает к чему-то. Но, однако, вот этот запрет запрещает ему приближаться к этим запретам. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. То, что рай наполнен, окружен биль макарих. Макарих – это нежеланные для души какие-то деяния. То есть бывает, душа иногда не хочет, например, расстаться с имуществом на пути Аллаха, субхану и так далее. Иногда душа его не хочет стать, помолиться, почитать Коран. Поэтому вот этими, когда он джихад внутри своей души делает, и нежеланные через этот путь идет, вот этот рай наполнен такими людьми. Однако ад наполнил теми людьми, которые следовали своим страстям. Чтобы страсти совершить какой-то грех, не нужно себя побуждать к этому, не нужно сопротивляться. Поэтому сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И насколько у человека сердце связано с Аллахом, субхану и так далее. Сколько верующий раб полагается на Аллаху, субхану и так далее. Вот в этом количестве Аллах, субхану и так далее, будет его защищать от того, что он не попадет и не падет на поводу своих страстей. Проходит день за днем. Проходит час за часом. И человек приближается к часу своей смерти. И этот час один в один похож, если сравнить, на тот час, когда Ифтар делает постящийся человек. То есть на протяжении всего дня, постящийся человек, на протяжении всего дня, постящийся человек, шайтан ему делал вассвазь. То есть душа ему нашептывала, что это тяжело, нужно сделать Ифтар и так далее. И когда приближается уже к Магребу, время к Магребу, наступает, то есть Аср, уже душа его успокаивается, становится легче. Когда наступает Магреб и спастящийся слышит, как Муадзин говорит, говорит Азан на салату Магреб, то в этот момент он берет кусочек или финика, или воды и достигает своей цели. Поэтому, когда он слышит уже Азан, между ним и между этим фиником нет другой преграды, и он делает Ифтар и в этот момент радуется и понимает то, что легко было продержать пост. Легко было продержать пост, легко было оставить питье и еду днем. И в этот момент он чувствует, какой вкусный этот финик, какая вкусная эта вода. И это означает именно то, указывает то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, сказал, «Исса ими фархатан» — упастящегося человека две радости. Вторая радость, если сравнить с спасящимся, примерно. Человеку Аллах Субхану предопределил, например, жить 80 лет на этой жизни. И на протяжении 80 лет постоянно ему нашептывают шайтан, какие-то васявыз, какие-то шахват, какие-то страсти. Со всех сторон к нему заходят эти страсти. Однако, если человек проявляет сабр, терпение, вместе с терпеливыми рабами, приближенными Аллаху Субхану ва Та'аля, в этот момент ясбир, проявляет терпение и покоряется Аллаху Субхану ва Та'аля. Если он, например, от него совершил какой-то грех, попросил Аллаху Субхану для прощения на протяжении своей жизни. Если он ошибся, он сожалеет об этой ошибке. Если он мало поклонялся днем Аллаху Субхану ва Та'аля, заменяет это поклонением ночью. Если у него плохихое, где-то он плохо себя повел с людьми, заменяет это хорошим, благим, нравственным качеством по отношению к своим родителям, и сам себе нашептывает и говорит, «О человек!» Примешься к своему Господу, и ты непременно встречаешься с Ним. Вот в этот момент, после 80 лет примерно наступает час, приходит час, после которого нет жизни, покидает эту жизнь, не возвращается сюда. И в этот момент он чувствует то, что приближается смерть. Он, الحمدلله, так себя вел, если совершил грех, просил Аллаху Субхану для прощения, совершил ошибку, сожалел об этом. Если где-то днем мало поклонялся Аллаху Субхану, заменил это поклонением ночью, плохой у него охляк был, хорошо относился к родителям, заменил это, сабр делал вместе с теми, кто проявлял терпение, сам себе нашептывал, «Ты каждый день стремишься к Аллаху, и ты с Ним встретишься». И когда наступает час смерти, он радуется. Он радуется, то, что он встретится с Аллахом Субхану ва Та'але, и Аллах Субхану ва Та'але, на протяжении этого пути, какие только страсти не были, его стопы укрепил на пути Аллаху Субхану ва Та'але. И когда наступит судный день, когда все люди станут из могил, в этот момент его душа будет стремиться к краю, желать то, что там его ждет, из этих изобилий рая, потому что он спас свою душу в этой дуне. Однако второй человек, неверующий, как говорит пророк Мухаммад Субхану ва Та'але, он даже не обращал внимания, то, что Аллах Субхану за ним наблюдает по отношению к ним. Вы растратили свои блага в своей мирской жизни, говорит Субхану ва Та'але. И он жил в этой жизни. У него не было вот этого запрета по отношению к греховному. Он в этой жизни даже не задумывался о том, что Аллах Субхану ва Та'але его видит, о том, что ангелы записывают. И в судный день, когда он придет, Аллах Субхану разделит, сделает занавес между им и между раем и всеми этими изобилиями, которые его ждут там, и ничего он не увидит. Дерево, которое будет пожирать в аду. Поэтому это аяфи умумиха, в основном этот аят, уважаемые братья, призыв для верующих, чтобы он проявлял терпение на поклонение Аллаху Субхану ва Та'але. Что мы должны с вами знать, когда читаем этот аят, то, что судный день наступит, наш час смерти наступит, то, что Наша жизнь, наши года, как календарь. Каждый раз, когда календарь дергаешь, год у тебя проходит, жизнь проходит. И придет день, когда календарь закончится, и также наши года закончатся, и наступит день, когда мы оставим все в этой жизни и перейдем к Аллаху Субхану ва Та'але. И наступит час, когда его положат в могилу, когда развяжут веревки его савана, и он перейдет в другой иной мир, мир Барзаха, после того, как закончится эта дунья. Так я щас на анкаритаак, фабасовка леума хадид, Всевышний Аллах Субхану ва Та'але говорит, судный день, мы сорвали с тебя покрывало, и острым является сегодня твой взор. Поэтому человек в этой жизни не знает, мы не знаем, на чем закончится наша жизнь. Человек должен просить у Аллаха помощи, не пренебрегать грехами, ничтожным считать, какие бы ты благие дела не делал, считать их ничтожными, и знать то, что один Аллах Субхану ва Та'але может укрепить наши стопы на его пути. А что касательно похвала людей, люди только видят то, что видят. То, что ты скрываешь, они не видят. Или, когда бывает тебя, кто-то из людей огорчает чем-то, то ты тоже не обращай на него внимания. Почему? Потому что в основном люди бывают завистники, не обращай на них внимания, не смотри на них, а именно стремись к своему Господу и обращайся к Аллаху Субхану ва Та'але, как обращался Даннун, Юнуса, алейссалям. Обращайся к Аллаху Субхану ва Та'але так, живя в этой жизни, то, что ты не пришел сюда вечно, а ты должен в один день пройдет эту жизнь, проходящую жизнь, и мы все уйдем из этой жизни. Два рака'ата ночью, когда ты не спишь, когда у тебя бессонница, встань, прочитай Коран в этих двух рака'атах, обратись к Аллаху Субхану ва Та'але, попроси хайр и дуния в ахира, попроси благо этой жизни и вечности, и попроси Аллаху Субхану ва Та'але, чтобы он не ставил занавес судный день между тобой и между того, что желает твоя душа в вечных райских обители. Просим Аллаху Субхану ва Та'але, как вместе нас собрал здесь, так же, чтобы вместе собрал высшие степени рая и фирдаус, чтобы отдалил нас от того, чем недоволен Всевышний. Субхану ва Та'але, Продолжение следует...